2022 практически подходит к концу. В Бобруйском горосполкоме обсуждают итоги работы в сфере торговли за 9 месяцев. В целом, прибыль по городу от продажи различных товаров и услуг увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На магазинных полках качественная продукция и широкий ассортимент по справедливым ценам. За счет вновь созданных объектов торговли выполнен норматив минимальной обеспеченности населения торговой площадью. На территории города функционирует у нас 5 рынков на 1598 торговых мест и 35 торговых центров, где размещено порядка 700 торговых объектов. Специалисты внедряют инновационные технологии, бесконтактные мобильные платежи, кассы самообслуживания, развивают и службу доставки заказов. Горожане могут купить различные товары в 200 интернет-магазинах. Кстати, с начала года их количество увеличилось. «Есть ряд вопросов, которые нужно обратить внимание. Вот один из вопросов. Меня все-таки интересует рост розничного товарооборота. Что мы будем иметь по концу года с учетом скидок, с учетом того, что новогодние праздники идут». В планах разместить торговые объекты возле главной елки, где залили каток и около Дворца искусств. Отдел архитектуры уже разработал внешний вид новогодних домиков, в которых будут продавать еду. Готовить блюда белорусской кухни планируют на открытом огне. Специалисты рассчитывают, что это поможет увеличить товарооборот. «Также особенно важное на сегодняшний день – это соблюдение цен и ценообразования. Цены, как сказал президент Республики Беларусь, должны быть справедливые и обоснованные». В Бобруйске в этом году также появилось пять объектов общепита на 146 посадочных мест. На этом развитие малого и среднего бизнеса не прекращается. В следующем году планируют открыть еще одну пиццерию на Максима Горького.